Добрый день, дорогие телезрители, в эфире программа, короткая программа с народным названием Ликбез. Учимся вместе. Очень часто можно встретить в СМИ и в других источниках разные неизвестные термины, определения и так далее. Вот сегодня очень многие нам телезрители пишут, что мы в программах ссылаемся к неким стандартам журналистики, стандартам информационной журналистики, говорим стандарты, стандарты, профессии и так далее. И никак не дадим ссылку, где же об этих стандартах можно прочитать. Вот сейчас я вкратце обозначу очень коротко, что такое стандарты информационной журналистики. Они определены, они достаточно точны. И также дам ссылки, где можно более подробно почитать о них и даже подскажу, где поучиться, у каких мастеров, у каких учителей. Итак, что же такое стандарты информационной журналистики? Достаточно исчерпаемое количество необходимых качеств, по которым, критериев, по которым должен работать журналист. В общем-то, информационная журналистика-новостная журналистика, первое, с чего начинается, это с оперативности. Оно должно быть оперативной и достаточно быстро попадать информация. Оперативность. Оперативность. Значит, очень простое определение. Новость в ближайший выпуск. Вот и все. Второй пункт, это точность. Точность. Я сначала напишу, потом мы будем разбирать. Третий пункт, это полнота информации. Полнота. Четвертый пункт, это сбалансированность, баланс. Вот. Пятый пункт, это факты отдельно, а мнение отдельно. Факты отдельно. Мнения, выводы журналиста, это все отдельно, да? Шестой пункт. Достоверность. Информация, передаваемая журналистом, должна быть достоверной. Седьмой пункт у нас простота. Простота. Как только слышите, что журналист хочет вас запутать каким-то сложным термином, ну, в общем-то, это тоже нарушение, потому что легко сказать, газотранспортный консорциум, нормандская четверка, что это такое. Желательно, чтобы журналист всегда об этом рассказывал. Ну что ж, где бы там все можно почитать? Я бы порекомендовал вам, есть такие, Александр Макаренко, Игорь Колес. Они достаточно, это там не сочтите за рекламу, но эти люди очень просто и доступно обучают журналистов стандартам профессии. Собственно говоря, вот сейчас можно наблюдать этих двух мастеров, да, журналистики на экране. У них есть такой тренинг. И вот, что пишут Александр и Игорь, как они объясняют эти шесть-семь простых пунктов? Значит, точность, что они имеют в виду по точностью информации? Определяют, в первую очередь, точное, точное витворение фактов, я передаю на украинский язык, как языком оригинала, точное цитирование, точное цитувание субъективных вислов, висловливание, неспотворенную картинку, закадровый текст, что отвечает картинке, корректное використание архиву и обоязковое его титрувание на явность интершуму, ретельную переверку назву имен цифр и выключенных понять, выправление своих помилок. Я коротко прокомментирую. Дело в том, что очень часто мы можем увидеть, как автор говорит о там иловайском котле, а на картинке совсем другие видеоряды. То если этот видеоряд не соответствует реальности, должен быть титр, что это архив и так далее. Третье – полнота. Вот интересный очень стандарт. Стандарт полноты или исчерпаемости информации предполагает, что в каждом журналистском материале должен быть ответ на основные вопросы, какие раскрывают суть. А это, в общем-то, что случилось, есть ответ, кто это сделал, где это происходит, когда это происходит и каким образом. Простые вопросы – что, кто, где, когда и как. Вот эти вопросы должны обязательно прозвучать и на них должны получить ответ. Если нет одного из вопросов и нет ответа на один из вопросов, значит, не полный сюжет, нет полноты информации. Дальше очень важный стандарт – это сбалансированность, баланс мнений. Это четкое изложение позиций всех сторон любого конфликта и при необходимости аргументации этих позиций всех точек зрений на неоднозначные события, которые вообще существуют. И таким вот образом должны освещаться любые события, любые конфликты, будь то война или какие-то террористические акты. Почему мы сейчас видим такое многообразие толкования реальности? Потому что очень просто – журналисты не соблюдают. Четвертый пункт – это сбалансированность, нет баланса, однобокость получается некая. Вот пятый пункт – это отделение фактов от комментариев и оценок журналиста. Очень часто журналисты ленятся сообщить зрителям, что «внимание, сейчас пойдет мое личное мнение, на Востоке воюют террористы» или «в Киеве сидит хунта». Это мнение журналиста, и они должны это отделять. Фактами являются совершенно другие вещи. Например, что в ДТП разрушен автомобиль «Фольксваген». видно, что за значок «Фольксвагена», и таким образом можно действительно удостовериться, что это есть факт – автомобиль «Фольксваген». Но то, что водитель негодяй – это уже мнение журналиста, это надо отделять. Пятый пункт мы прошли – достоверность информации. Очень важный стандарт профессии. Когда журналист подает любую информацию, он обязан четко ссылаться на источники, из какого он взял эту информацию. И ссылаясь на анонимный источник, должен быть хотя бы убежден журналист, хотя бы должен быть, что этот источник порядочный, достоверный и не будет сознательно манипулировать журналистом и как следствие зрителям. Достоверность – это обязательный стандарт журналистской профессии. Ну и простота информации – это простая, четкая, понятная картинка, это простая, четкая разговорная речь. Если там используются какие-то очень трудные термины, моментально тут же на них должна быть объяснение, что это такое. «Газотранспортный консортиум». Это как что? Это с чем сравнить? И так далее. Поэтому почитать вы можете эти стандарты. еще раз введите в гугле «профессиональные стандарты информативной журналисты». Можно на украинском языке «профессиональные стандарты информативной журналисты». Авторы и медиатренеры – это Игорь Кулис и Александр Макаренко. Фотографии вы сейчас можете увидеть вот на своих экранах. В следующей программе мы разберем другие стандарты. Это кодекс этики украинского журналиста. Кодекс этики можно почитать на сайте «cge.org.ua». «cge.org.ua». Это комиссия по журналистской этике, комиссия по журналистской этике. Она разработала специальный кодекс. Кодекс по кодекс, называется он «этики украинского журналиста». Там есть интересные очень пункты, которые сейчас очень часто тоже стремятся журналисты нарушать. Ну что ж, о стандартах поговорили. Кодекс этики в следующей программе. Давайте познавать новое вместе – это не знать что-то не стыдно, стыдно не хотеть не знать, поэтому будем вместе учиться. Ну что ж, с вами был Алексей Кутепов, народная такая коротенькая программа «Ликбез». Будьте с нами, будьте семнадцатым каналом, заходите на наши странички в фейсбуке, на наш сайт 17tv.com.ua и смотрите нас в ютубе в прямом эфире. Всего хорошего.